Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Книг Деяния, 8 глава, 18 стих, ну и 19 тоже, конечно. И здесь такое явление, которое в церковной истории будет очень часто происходить. Которое будет еще чаще обсуждаться. Называется оно «Симония» по имени главного героя. Итак, у нас апостолы проповедуют. И в какой-то момент некто Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне властью, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Это синодальный перевод. И Петр, апостол, получает, дает ему очень жесткую отповедь. «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Ну, дальше Симон говорит «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Он грозит им, Петр грозил ему наказанием. А интересно, что дальше ничего не сказано, что апостолы помолились, или что они все-таки дали Симону, ну, хотя бы крещение, да, крестили его. И получается, он это им сказал, Симон, они просто развернулись и ушли. Напрямую так несказанно возникает такое ощущение. Все бы ничего. Ну, понятно, как можно продавать Святого Духа. Но ведь у нас было совсем не так давно. Но в четвертой главе все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. А тут Брок Симон хочет делать, ну, буквально то же самое. И ему такой вот жесткий ответ. Разница огромна. Смотрите, там в четвертой главе описывается, как обращенные в христианство люди отдавали все. Отдавая все, они тем самым позволяли позаботиться о неимущих членах общины. А что происходит здесь? Ну, вот, смотрите, здесь у нас происходит история про Иерусалим и проповедь, которая идет дальше, в Самарию. Вот то, что с самого начала было упомянуто в книге Деяний, когда проповедь идет в Иерусалиме, в Иудее, в Самаре и так далее. И некий человек Симон, кто это такой? В Самаре он находится. И сказано в начале восьмой главы, он волхвовал, то есть занимался колдовством и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. То есть его называли этой самой силой. И повторяется, внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями, то есть колдовством. Уверовала сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа и, видя совершающиеся великие силы, знамение изумлялся. То есть он тоже из числа христиан. Но в чем разница с тем, что приносили все к ногам апостолов и что здесь Симон приносит деньги, а здесь он приносит для себя. И приносит, безусловно, не все, а приносит некоторую часть. И для чего он это делает? Для того, чтобы получить способность продолжать делать то, что он делал раньше, но уже внутри церкви. Уже изумлять тем, что он дает какие-то особые способности, тем, что вот он не просто человек, а кто-то выше человека. Великая сила Божия. И вот это самое явление Святого Духа на других людей должно, сошествие Святого Духа на других людей должно подтверждать эту его способность. То есть вопрос не в том, нужно ли приносить апостолам деньги. Вопрос скорее в том, чего человек ищет вот от этих даров Святого Духа. Либо себе какой-то карьеры, себе какого-то уважения, себе какого-то положения в обществе, либо он становится частью общины, где все общее. Ну, и это еще, кстати, по сравнению с тем идеалом в конце четвертой главы, это еще один контрпример. Да, вот Лука у нас часто дает такой идеал сначала. У всех все общее, все единодушные. А потом он рассказывает истории того, что не вписывается в это. И какой жесткую оповедь встречает то, что не вписывается со стороны апостолов. История Анонии и Сапфира, которые пали замертво, когда сокрыли часть денег за проданное имущество. История Симона, которому ничего не дали, хотя он очень упрашивал. Ну, и эта история совершенно не случайна, потому что, наверное, всегда во все времена и тогда, в первом веке и сегодня, есть люди, которые какие-то духовные дарования, способности, экстрасенсорные, сегодня уже, кажется, так не говорят, но одно время говорили, сверхъестественные, используют прежде всего для того, чтобы добиться некоторого положения в обществе и, собственно, платят деньги, хочет заплатить деньги Симон ровно за то, чтобы этих денег потом заработать еще больше. Это для него вложение, а не даяние. А в этом, собственно, и кроется основное различие. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.